Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Биткоин это лучший актив 2020 года, который показал наилучшую прибыльность. С начала года он вырос на 108%, а ведь год еще даже не закончился. Он показал себя лучше всех остальных активов, включая фондовые рынки, NASDAQ, S&P 500, драгоценные металлы, золото и серебро. Про банки и доллар даже речи не идет, ведь только за этот год было создано 29% от всей циркуляции американских долларов. Представляете, одну треть циркуляции напечатали всего лишь за 11 месяцев. Это просто невероятно. В этой статье недавние всплески цены биткоина подаются вопросу, а является ли этот рост органическим? Действительно ли наблюдалось некоторое накопление биткоинов, или это просто была манипуляция? Вилли Ву, рыночный аналитик, создающий модели для курсов криптовалют, у себя в твиттере пишет «Это самый органический памп, который я видел за последние годы. Это не было сквизом из-за деривативов, это были солидные органические закупки». На самом деле он не просто говорит об этом, но и предоставляет целые данные. Вилли Ву провел достаточно серьезное расследование на тему последнего взлета биткоина. И сейчас я переведу и покажу его вам. Надеюсь, среди вас многие холдят биткоин, для вас эта информация будет интересной. И если это так, не забудьте поставить лайк. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков. Мне будет очень приятно, ведь это моя мотивация работать дальше. Итак, исследование Вилли Ву показывает нам активность в блокчейне биткоина во время этого недавнего взлета цены. Начнем с этой модели. Здесь мы видим два графика. Первый – это цена биткоина, она обозначена оранжевой линией. И второй график – это потоки биткоинов на бирже. Когда этот график растет, это означает, что биткоины идут на бирже. Когда этот график падает, наоборот, биткоины выводятся с бирж. На этом графике мы четко видим, что с конца октября с централизованных бирж уходило большое количество биткоинов. Вилли Ву пишет. Невероятное количество монет было накоплено и выведено с бирж в отдельные личные кошельки. Ву считает это положительным моментом, ведь он намекает на то, что покупатели биткоина больше склонны хранить свои биткоины на долгосрочную перспективу, чем продавать их на краткосрочной. На втором графике Вилли показал более масштабную картину этих процессов. На этой картине видно, что так много биткоинов холдеры не выводили с бирж за последние 5 лет. И вы сами это видите на графике. Ву комментирует. Невероятное количество монет было выведено на отдельные кошельки. Если посмотреть на более масштабную картину, станет ясно. Это самый большой вывод биткоинов за 5 лет. Что ж, это означает только одно. Но даже при взлете цены биткоина до 15 тысяч долларов количество холдеров, не желающих продавать, растет, причем очень быстро и уверенно. Это видно и на следующем графике. Здесь серой линией обозначена цена биткоина, а оранжевой – рост позиций финансовых организаций в биткоине. Как мы видим, с декабря 2019 года такого большого взлета оранжевого графика не было. Ву пишет, перед этим пампом приток новых финансовых организаций, замеченных в блокчейне, был просто огромным. И, наконец, заключительный график. Это тот же график, но он уже охватывает не 2 года, а почти 5 лет. Я хочу обратить ваше внимание на 3 момента на этом графике. Во-первых, это 2017 и 2018 годы. Здесь четко видно, как оранжевый график взлетел перед достижением биткоина исторического пика. Затем сентябрь-октябрь 2018 года. На большом падении цены биткоина мы также наблюдали большое накопление биткоинов. Затем был рост до локального пика – 14 тысяч долларов в 2019 году. Посмотрите, что происходит прямо сейчас. Всплеск роста позиций финансовых организаций в биткоине такой величины, что ставит его на второе место за последние 5 лет. Ву пишет, такой рост последний раз наблюдался в октябре 2017 года за месяц до того, как биткоин перешел в фазу мании 2017 года. Но есть одно отличие, добавляет Ву. Сейчас цена биткоина и рядом не находится с фазой мании. Мы даже не преодолели предыдущий рекордный максимум. Он намекает на то, что при таком огромном росте накоплений финансовых организаций в биткоинах мы не наблюдаем такого маниакального буллрана, как в 2017 году. Но я еще раз хочу показать вам, что после таких всплесков оранжевого графика, может и не сразу, но все равно происходил взрывной рост биткоина. Так какой же вывод из всего этого исследования? Ву пишет, несмотря на резкие движения, в результате которых биткоин вырос на 2,6 тысячи долларов за 36 часов, я остаюсь оптимистичен касаемо предстоящих недель. Ведь движения внутри сети биткоина указывают на сильное давление покупателей. Также он прикрепляет график коэффициента потраченной выходной прибыли биткоина, SOPR. Это индикатор, который показывает, получают ли инвесторы прибыль. И мы сейчас говорим не о холдерах. Этот график показывает, по словам Ву, что большинство инвесторов уже зафиксировали прибыль. И мы это видим вот здесь. А значит угроза серьезного отката отсутствует. Здесь же видно, если изучить прошлые моменты, что после того, как красный график уходил из красной зоны фиксации прибыли, биткоин переходил в стадию консолидации. Именно поэтому Ву полагает, что биткоин ожидает стадии консолидации после этих больших движений. Вилли Ву заключил, этот рост биткоина был полностью органическим, основанным на значительно покупательском спросе, а не на обычных трейдерских движениях. Я не видел органического роста таких масштабов за последние несколько лет. Основной вердикт исследования ончейн информации. Аналитик не ожидает отката, а ждет завершения консолидации и возобновления роста. Но самая сумасшедшая вещь на фоне этого роста биткоина, то, что интерес к нему находится практически на самом дне. Это видно и по статистике ютуб канала, которое стало даже хуже. Это видно и по количеству обменов на моем мониторинге, которое не выросло вслед за взлетом биткоина. И это видно на графике популярности запроса биткоин в гугле, на котором видно, что популярность запроса и близко не приблизилась к 2017 году, а находится у самых, что не есть, минимумов. Это означает не то, что все очень плохо, наоборот, мы все еще находимся в самом начале. Инвестировать не поздно, мы все еще ранее инвесторы и первопроходцы. И представьте себе, если при таком уровне интереса биткоин уже стоит 15 тысяч долларов, что будет, когда он вырастет до значений 2017 года? Я даже боюсь предполагать. Напишите свои предположения в комментариях. В заключение я хочу показать вам мощное послание всем биткоин-холдерам от Брайана Харрингтона. Это ведущий организатор сети OC Bitcoin Network. Кстати, ссылку на полное интервью, из которого я взял этот отрезок, я оставлю в описании под видео. Что я хочу сказать. Если вы еще не вовлечены в Lightning Network, сделайте это. Если вы еще никогда не покупали монеты, изучите то, как это сделать. Просто выделите один день из своей обычной рутины для криптовалюты. Посмотрите видео на YouTube, поторгуйте на Binance или где-то еще. Несмотря на то, что вы обычно делаете, постарайтесь выделить один день для того, чтобы сделать что-то новое. Потому что мы же не хотим, чтобы какой-нибудь PayPal выиграл этот мир. Я не хочу. Я не хочу, чтобы правили корпорации. Я хочу, чтобы мир принадлежал нам. Я загорелся этой идеей, особенно в этом году, когда я увидел, как ломают бизнесы. Я не думаю, что биткоин от PayPal может быть использован в кафетериях и пиццериях. Я не думаю, что PayPal будет трактовать это все так же, как какой-то независимый пользователь биткоина. Они попробуют навязать свой контроль. Но тот факт, что они интегрируют биткоин, это круто. Это доказывает, что биткоин является чем-то реальным. Что биткоин никуда не денется. Даже факт того, что сейчас у всех на слуху цифровые валюты, центральных банков и даже председатель ФРС об этом говорит, косвенно дает одобрение существованию биткоина. Это большое, большое одобрение для биткоина. Вдумайтесь, это элита мира по факту. Элита мира пытается добавить больше доверия своей системе, копируя биткоин. Копируя 12-летнюю парадигму с их точки зрения анархических денег. Самые влиятельные люди мира пытаются это скопировать для своих долларов, чтобы увеличить доверие общества к своим валютам. Ребята, по-моему, очевидно, что биткоин уже точно никуда не денется. Даже элита мира, правящая верхушка, действительно на основе идей биткоина пытается спасти свою искалеченную фиатную систему. Брайан Брукс об этом говорил, Джером Пауэлл, который когда-то утверждал, что никогда не будет иметь дело с криптой, сейчас делает цифровой доллар. Весь мир работает над цифровыми валютами центральных банков. И все они просто делают подконтрольные им копии биткоина. Это действительно безумие. Жаль, что очень мало людей понимает, что вообще происходит. А Ютуб совсем не хочет давать возможности рассказать об этом как можно большему количеству людей. Ведь он совершенно не толкает ролики. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»